добрый день дорогие участники тема которую сегодня хотелось бы обсудить это такая болезненная тема в сфере жкх работы с должниками к сожалению большому сожалению должники в домах есть и наличие лиц которые не осуществляют оплату за поставленные коммунальные ресурсы и выполненные работы ложится временем не только на управляющие ресурсы снабжающей организации но и на жителей потому что недостаток денежных средств на доме любая в принципе наверное управляющая компания будет закладывать какой-то процент издержек своей работы это в первую очередь увеличивает стоимость тех работ которые нам оказываются да ну и соответственно процент выполнения в случае отсутствия финансирования со стороны собственников тоже ожидает как бы желать лучшего какие на сегодняшний момент закон предусматривает возможности борьбы с должниками но с моей точки зрения до при анализе всего нашего законодательства должники у нас к сожалению относятся к такой привилегированной касте и серьезных механизмов которые бы позволяли способствовать тому чтобы в доме надлежащим образом производилась оплата за оказанные работы и услуги к сожалению нет логика более того я наверное скажу что даже наши как бы средства массовой информации подливаем а подливают масло в огонь данной проблеме к сожалению говоря о том что управляющие компании все нехорошие да то есть мягко сказано что они ничего не делают и многие люди скажем так ведутся на вот эти все разговоры а зачем я буду платить управляющие компании за то что она не делает но при этом не понимает что механизм как бы не выполнение работ со стороны управляющей компании он четко в законодательстве прописан то есть если управляющий компания по какой-то причине не выполнять свои обязательства перед собственником об этом составляется акт соответственно уменьшается стоимость работы услуг оказываемых управляющей компании в случае невыполнение но наши собственники по какой-то прошу прощения причине считает а вот они ничего не делают и мы платить не будем но при этом не платит не только за работу управляющей компании но и за поставленные им коммунальные ресурсы удивление да эти ведь коммунальные ресурсы как-то доходит до квартиры данного собственника и собственник пользуется этим коммунальным ресурсом до соответственно работа ведется коммунальный ресурс надлежащим образом поставляется ну вот все эти как бы вещи создают в первую очередь негативный социальный аспект да более того собственники многоквартирных домов очень часто задает вопрос на выездных семинарах а как так вот у нас только должников наверное все их задолженности разбрасываются на всех собственников чтобы покрыть затраты управляющей компании ну здесь сразу скажу никакие затраты то есть должны задолженности должников на собственников не разбрасываются единственное на что это может повлиять это увеличение стоимости работ чтобы заложить как я уже сказала вот тот самый процент скажем так убытков управляющей компании в случае ненадлежащего исполнения собственниками своих обязательств то же самое касается в принципе и ресурсников то есть в среднем среднем наверное вот если брать аналитику процент 30 у нас есть должники которые в домах которые но скажем так не соблюдают то есть они не махровые должники то есть они просто по какой-то причине не соблюдают платежную дисциплину то есть у них может быть задолженность 2 3 4 полгода год месяц да потом они какие-то деньги оплачивают есть должники которые попали скажем так в трудную ситуацию да и например самые распространенные которые взяли кредит и почему-то они считают что банку они должны отдать в первую очередь денежные средства ну а за коммуналку бог с ним подождет мы оплатим потом и есть конечно процент должников он небольшой от пяти наверное до пяти наверное процентов которые не оплачивают от слова совсем и вот эта вот категория должников на сегодняшний момент наверное наиболее такая опасная потому что как я уже сказала механизмов истребования денежных средств и понуждение к оплате собственников у нас к сожалению нет так какие как бы механизмы предусматривать на сегодняшний закон если мы возьмем правило 354 постановление да а предоставление коммунальных услуг в этих правилах в принципе есть норма которая гласит о том что если собственник не оплачивать более двух месяцев подряд коммунальные услуги то есть он считается должником и управляющая компания тсж и жска имеет право ему ограничить услугу по поставке коммунальных ресурсов но здесь мы сталкиваемся с такой проблемой что если услуги которые ограничивать нельзя к ним относятся холодное водоснабжение и отопление в зимний период а есть услуги которые невозможно отключить без доступа к в помещении собственника в частности можно здесь как пример взять горячее водоснабжение да ну и соответственно что нам остается нам остается по сути одна электроэнергия до которая может быть ограничена собственником так как газ у нас выведен до за у нас большинстве своем у собственников прямые договора не встречала еще ни разу чтобы оплата газа по осуществлялась через управляющие компании тсж и жска хотя газ относится к коммунальным услугам но там уже газовики сами в случае наличия задолженности производят ограничение и еще один момент который на сегодняшний момент тоже стоит достаточно остро у меня как бы есть свое мнение по этому поводу да то есть это касается домов которые пришли на прямые договора то есть законодательстве говорится что ограничение коммунальной услуги производит исполнитель коммунальные услуги данном случае при переходе на прямые договора исполнителем по сути коммунальные услуги является ресурсоснабжающая компания для наших собственников но опять же да тут вот такое скажем так несовершенство нашего законодательства вернее сказала отсутствие расшифровки что называется додумайся сам то есть поставка коммунального ресурса при мы прямых договорах осуществляется до точки до узла учета либо до отмостки да то есть зависимостью от оборудования многоквартирного дома то есть по сути ресурсник отвечает за ресурс поставленный жителем являясь его исполнителем до стены многоквартирного дома либо до прибора учет а вот дальше этот ресурс идет по тем сетям которые принадлежат собственникам но обслуживается управляющей компанией и нормы которые бы прямую позволяла управляющим компаниям производить ограничение данного коммунального ресурса в случае неоплаты услуг по содержанию этих самых коммуникаций у нас к сожалению нет мое мнение и как бы мы правда не ходили в суд да с таким вопросом мы производим ограничение коммунальных ресурсов в случае неоплаты услуг по содержанию жилья хотя впрямую как я уже сказал законе это не указано то есть данном случае а вот такая вот скажем норма которая опять же не позволяет нам применять должные меры к понуждению должников к оплате соответствующих коммунальных ресурсов и в первую очередь их поставки ну и еще один механизм который тоже не вызывает особого оптимизма потому что он достаточно долгий это подача в суд каким образом осуществляется взыскание с должника имеющейся задолженности мы обращаемся в суд форме выдачи судебного приказа но вроде бы как эта форма должна была бы упростить процедуру взыскания задолженности но она я бы сказала к именно к махровым должникам еще больше увеличила эту процедуру потому что судебный приказ который вы получите в случае взыскания до соответствующие задолженности может быть отменен собственником в любое время о его соответственно заявление то есть вот вы подали получили судебный приказ даже возможно отнесли его в службу судебных приставов то есть сама выдача судебного приказа там работы с службой судебных пристав прошло пройдет как минимум наверное полгода и должник узнав о том что с него производится взыскание идет служба в суд и отменяет данный судебный приказ ваше дальнейшее действие это подача данной задолженности к взысканию уже в рамках суде судебного процесса то есть процесс увеличивается у нас еще на одну ступень так как закон позволяет отменять судебные приказы без объяснения причин то есть судебный приказ отменяется просто по заявлению собственно я не согласен с вынесенным судебным приказом . и никто не будет разбираться должен этот собственник не должен да то есть правомерно или не правомерно нет он просто отменяется и вы идете заново с процедуры взыскания соответствующей задолженности с данного собственника то есть это растягивает процесс увеличивая срок получения денежных средств более того на сегодняшний момент у нас нет процедуры ну скажем так изъятия изъятия жилого помещения зачастую эти помещения являются единственным местом для проживания гражданина соответственно переселить его в какое-то другое место мы не можем компенсировав свои затраты здесь тоже проблема скажем так стоит ну скажем так она на уровне такой и этической и скажем так погодной да у нас большая часть нашей большой страны находится скажем так не в теплых климатической зоне где выселив собственника мы имеем возможность ну скажем так он имеет возможность проживать на улице но и как бы бомжей плодить бы тоже не хотелось но вот даже процедуры допустим уменьшение площади данного собственника она к сожалению отсутствует да есть правда прецеденты когда собственник должен был большие деньги и его единственное жилье признается ну скажем так предметом роскоши да то есть можно отнести то есть если там допустим один проживаешь там 180 метров то в принципе принципе да есть прецеденты когда такое имущество продается с торгов но с обязательной вопросом придется ну как бы покупки да взамен другого жилья который бы данный собственник имел возможности проживать ну и принципе на этом все других механизмов какие которые бы позволяли а собственника взыскивать эти долги если собственник официально не работает не имеет официальных доходов не имеет какого-то имущества которое можно было бы наложить взыскание такие там допустим как автомобиль я не знаю дача какие-то иные жилые помещения квартиры вклады в банках да то есть соответственно данный должник он будет вечным должником у меня вот к сожалению есть опыт такого должника он должен практически миллион рублей не платил никогда от слова совсем но мы применили к нему меры воздействия включили ему свет отключили ему холодную воду ой горячую воду соответственно не можем отключить холодно и не имеем права отключить отопление вот он живет бомжует на радость на радость себе и на горе соседям никакого влияния на оказать на этого гражданина по оплате не можем поэтому здесь проблема с моей точки зрения стоит достаточно остро и более того вот это вот нововведение которое стало поветрием в последнее время так называемое брак банкротство гражданских лиц с моей точки зрения это вообще диверсии в отношении как нас граждан до проживающих многоквартирном доме так и в целом государство потому что люди банкротятся массово более того вот я не имею задолженности но мне как минимум два раза в день звонят всякие нехорошие организации которые предлагают мне как гражданину российской федерации списать все долги ну можете себе представить что если у нас массово все начнут какие-то долги списывать да то есть государство может просто обанкротиться то есть это и касается банков которые выдают кредиты соответственно растут ставки это касается в принципе управляющих компаний ресурсоснабжающих если граждане граждане массово начнут копить долги не оплачивать за поставленные ресурсы услуги да потом идти на процедуру банкротства причем процедуры банкротства проходят молодые люди мне вот недавно приходила там одна девушка дамочка спешите мне мою задолженность я банкрот ну я понимаю да что по закону она действительно банкрот этот период который она заявила он подпадает под списание и если я пойду обращиваю обращусь в суд за изыскание с нее этой задолженности суд не естественно откажет но меня просто удивляет ей там 30 даже нет ну она абсолютно нормальная здоровая трудящаяся трудящаяся трудоспособная гражданка российской федерации которая обанкротилась ну простите меня это что и зачем почему она не имеет права да почему закон ее не обязывает оплачивать там всю оставшуюся жизнь до пенсии ту задолженность которую она накопила либо предоставлять ей ну нет у нас этом не знаю работу для погашения у нас работы много где людям требуется направляйте заставляйте этих должников отрабатывать свои долги они взяли деньги они ими попользовались нет давайте мы их спишем но не знаю может быть наши власти конечно очухаются но посмотрев на все это безобразие могу сказать что вот можно посмотреть на наши западных партнеров до в которых безработица бомжи которых выселили за долги у них кстати процедуры выселения есть за границей из жилья которая не оплачивалась долгое время вот наплодили вот этих вот бомжей которые теперь заполонили в буквальном смысле эти страны выход нужно искать и в какой-то мере призывать собственников к ответственности такая мера тоже может в принципе действовать мы например практикуем периодически не просто вывешивание да там списков должников на доске объявлений и это в том числе то есть многим может быть стыдно потому что соседи особенно бабушки активные они начинают говорить да как же так почему-то там не платишь на то все пятое-десятое это может оказать определенное воздействие на данного должника то есть ему становится стыдно что как бабушка соседка платит за коммунальные услуги он не платит но не всем к сожалению эта мера помогает но эффекта такой скажем так еще не совсем потерявших совесть должников они как бы она имеет и воздействует да когда вы вывешиваете списки единственное имейте в виду что нельзя вывешивать а данные то есть нельзя вывешивать фамилию можно вывесить только номер квартиры и размер задолженности то есть указывать фамилию имя отчество гражданина который является должником нельзя потому что это будет нарушать его а скажем так личную жизнь да и разглашать его персональные данные здесь можно попасть на штраф тем более штрафные санкции в рамках закона о защите персональных данных у нас скажем так увеличиваются и история может быть очень неприятная но в принципе у меня все как бы если есть какие-то вопросы или вы готовы бы делиться какой-то своей историей по работе с должниками то готова на них ответить если нет то ждем вас на следующих наших вебинарах всего хорошего и до свидания а